В АТРАУ ремонт школы, начатый в середине лета, еще не завершен. На этой из казны было выделено около 450 миллионов тенге. Родители учащихся выразили опасения относительно качества проводимых работ, даже если завершение будет в установленные сроки. В отделе образования заявили, что все находится под контролем. Школа рассчитана на 900 детей. Последний раз образовательное учреждение ремонтировали 10 лет назад. В этом году начат ремонт ветхого здания. На это из бюджета выделено около 450 миллионов тенге. Но родители обеспокоены тем, что работа не будет завершена вовремя. Уроки в школе длятся всего 30 минут из-за того, что работают в трех сменах. Это, безусловно, затрудняет процесс обучения для учеников. Кроме того, у нас идет ремонт, и это добавляет свои сложности. Есть опасения, что ремонт может не успеть завершиться вовремя. Это вызывает беспокойство, так как не хотелось бы, чтобы это отразилось на образовательном процессе. Мы требуем работников вложить в работу максимум усилий завершить ремонт в срок. Строительство учебного заведения, которое задерживается на полтора месяца, ведет компания КАЗ «Еврострой». Сейчас выполнено 65% работ. За 10-15 дней мы закончим работы по сайдингу. На 85% работы по лифкасту. Также в планах провести отделочные работы, включая покраску и побелку. Начали мы в июне, но, к сожалению, столкнулись с некоторыми трудностями. Процесс приостановился из-за смены заявителей целых три раза. В Акимате говорят, что ремонт объекта будет полностью контролироваться. В случае невыполнения работ в установленные сроки, вопрос будет передан в суд. Если в этот срок вовремя подрядчик не сдаст объект, отдел образования и администрация школы будут обращаться в суд. На данный момент 1300 учеников школы вынуждены учиться в три смены в близлежащих учебных заведениях. Отметим, что еще 11 школ по городу нуждаются в ремонте. Ответственные ведомства планируют включить ремонт школ в план на следующий год. Амина Махсотова, Айбек Куандыков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ.